А теперь давайте мы продолжим изучение Слова Божьего. Послание Якова считается практическим руководством христианской жизни. И мы нуждаемся в этом практическом руководстве нашей христианской жизни, чтобы жить с Господом каждый день. День на день не приходится, иногда у нас лучше получается, иногда у нас хуже получается, но у нас есть желание, у нас есть стремление к тому, чтобы следовать за Господом, брать пример из Него, учиться жить настоящей христианской жизнью. Заканчивая первой главой, или в конце первой главы, мы читаем о том, что апостол Яков призывает нас быть исполнителями Слова Божьего. Хорошо изучать Слово Божие, это позволяет нам понимать Его волю, желание Бога, что для нас благо, что для нас хорошо. Но как бы хорошо мы не знали Священное Писание, если при этом мы не будем его исполнять, то это нам не принесет абсолютно никакой пользы. Проведу такой простой пример для того, чтобы нам было более понятно. Если голодный человек смотрит на очень изысканные, красивые блюда, сколько бы он на них не смотрел, даже если он знает, как они приготовляются, какие ингредиенты находятся в этих блюдах, это нисколько не поможет ему. Только тогда, когда он начнет вкусать эти блюда, тогда они принесут ему пользу, и его голод будет удовлетворен, и его тело может дальше существовать и функционировать. Что-то подобное мы можем перевести в духовном смысле, говоря о Слове Божьем. Можем знать, можем цитировать его, даже можем выучить некоторые главы наизусть, но при этом, если мы не будем воспроизводить практически его в своей жизни, то это нам абсолютно никакой пользы не принесет. Знание хорошо, но знания, которые ради знаний, они надмивают, и пользы никакой не приносят. Но знания, которые мы используем в практической жизни, они приносят пользу. Поэтому Яков призывает, чтобы мы были не только слушателями и забывчивыми, но также и исполнителями Слова Божьего. И дальше он говорит о том, что нам нужно начинать прежде всего с нашего языка, для того, чтобы контролировать наши уста, потому что Писание говорит так. Говорящий, говори, как Слово Божье. То есть мы призваны к тому, чтобы наши уста, они были освящены и очищены Словом Божьим, и говорили то, что соответствует здравому учению или Слову Божьему. Я понимаю, что дальше апостол также будет об этом говорить, что язык – это такой член, который укоротить очень сложно. Но, тем не менее, мы понимаем, что если его не укращать, тогда он такого наговорит, что кается – не перекается. Итак, мы хотим быть исполнителями Божьего Слова, которые, зная его, исполняют, людьми, которые контролируют прежде всего свои уста, понимая, что мы должны говорить новыми устами, обновленными, устами, из которых исходит Божья благодать и Слово Божье. Давайте теперь будем читать вторую главу, начиная с первого стиха. Тема моей сегодняшней проповеди будет «Предостережение от лицоприятия». Именно на эту тему Яков начинает говорить, начиная с второй главы, с первого стиха. Я думаю, что «Лицоприятие» – это то, от чего также не так легко избавиться, потому что люди вокруг нас – лицоприятные. Лицоприятие зависит от разного – от внешнего вида, от расы, от этнической принадлежности, от того, богатый или бедный. Этот список можно продолжать, и в зависимости от этого люди, соответственно, могут относиться по-разному к разным людям. Кому-то хорошо, доброжелательно, кому-то наоборот, жестко, может быть, со злобой. Но Слово Божье говорит нам следующее, что наш Господь есть Бог нелицоприятный. «Ибо Господь Бог нашлись Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, не смотрит на лица и не берет даров». Второзаконие 10.17. Сам по себе Бог по своей природе, по своим качествам является нелицоприятным. Его нельзя подкупить, Он не может извратить суд, Он абсолютно беспристрастен, беспристрастен во всем. И, естественно, мы, как дети Божьи, признаны к тому, чтобы подражать в этом нашему Господу, быть нелицоприятными и беспристрастными. И для нас, людей, это не так просто, не так легко. И Яков затрагивает эту очень важную тему во второй главе своего послания. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Здесь Яков называет Господа Господом славы. Безусловно, в образе Господа нашего Иисуса Христа явилась полнота Божества телесно. Он – образ Отца Небесного Невидимого. То есть, видящий Иисуса, Он видел то, какой является Небесный Отец. Читая о жизни, о служении Господа Иисуса Христа, мы видим, что из себя представляет Небесный Отец. Потому что Иисус и Отец – это одно. У них нет каких-то различий, характери, божественных атрибутов. Он есть Господь славы. И здесь Яков призывает, чтобы мы имели веру в Господа Иисуса Христа, как Господа славы. Того, который превознесен, прославлен, который имеет всю власть на небе, на земле и преисподней. Как Господа, через Которого мы получили прощение грехов и жизнь вечную. Как Того, через Которого может спастись любой человек. И просто не существует другого имени, которым можно спастись и получить жизнь вечную. И здесь Яков обращает внимание, что мы должны подражать нашему Господу в том, чтобы не быть лицеприятными, невзирая на лица. В послании к римлянам апостол Павел пишет 2 глава 11 стих. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Акифисянам 6, 9. «И вы, Господа, поступайте с ними так же, умирая строго, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия». Когда мы видим земную жизнь нашего Господа Иисуса Христа, то мы находим, что Он абсолютно ровно и одинаково относился ко всем людям. Будь то богатые или бедные, больные, прокаженные или любые другие, во всем Его поведении и в отношении людей мы видим абсолютную беспристрастность и отсутствие всякого лицеприятия. Он достаточно ясно и четко выражал свои отношения к книжникам и фарисеям, обличая их в грехе и показывая их внутреннюю сущность, нисколько не заботясь о том, что это может повлечь за собой негативные отношения этих людей к Нему. Он беспристрастен, нелицеприятен, Его отношение ко всем людям абсолютно одинаково и ровно. И это то, на что Дух Божий обращает сегодня и наше внимание, для того, чтобы мы также, подражая нашему Господу, были нелицеприятны. Но прежде чем продолжать говорить дальше на эту тему, я хотел бы обратить наше внимание на то, что есть определенные категории людей, к которым мы будем относиться по-другому и будем оказывать им больше внимания. И это никоим образом не связано с лицеприятием, потому что это то, что определено самим Господом. Итак, мы читаем 1 Тимофею 5 глава 8 стих. «Если же кто своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Мы видим, что Библия ставит акцент на наши семьи, на наши отношения в семье, на нашу ответственность, заботиться о домашних. Более того, говорит также о том, что если кто-то не оказывает заботу о своих домашних, не печется о своих домашних, кто хуже неверующего. И мы понимаем, что когда мы уделяем время своему мужу, жене, своим детям, своим домашним, в этом мы не проявляем лицеприятие, в этом мы делаем то, что мы должны делать по заповеди Господа, прежде всего о них заботиться, прежде всего им оказывать внимание, и в этом нет никакого лицеприятия. В послании Галатам 6.10 мы также читаем, «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем». Кто знает, что написано дальше? «А наипаче своим поверим». То есть мы также видим, что здесь Библия устанавливает определенные акценты. То есть мы хотим помогать, насколько мы можем, или заботиться, насколько нам позволяет время и возможности о всех людях. Но если мы видим брата и сестру в нужде, то прежде всего мы обратим внимание на них. Почему? Лицеприятия нет. Потому что так Господь учит, что в первую очередь мы должны помочь тем, кто является христианином. Это Божье повеление. Потом, соответственно, мы можем и должны помогать другим людям, но христиане стоят на первом месте в наших проритетах, если мы видим его нужду и можем ему помочь. В книге Ревитт 19.32 «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». То есть мы видим здесь также проритет, который Господь устанавливает в отношении пожилых и старых людей, которых мы должны почитать, уважать и, безусловно, обращать на них больше внимания, потому что в силу их почтенного возраста, состояния их здоровья, они в этом нуждаются, и Бог это поощряет, и в этом нет никакого лицеприятия. Возвращаясь к первой главе послания Иакова, 27 стиху, мы читаем, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать или обращать внимание на сирот и вдов в их скорбях, хранить себя нескверненным от мира». Также приоритет. В этом нет абсолютно никакого лицеприятия с нашей стороны, если мы, прежде всего, в первую очередь хотим помочь вдовам и сиротам. Это повеление Господа. 1 Фесселинкейцам 5.12 также читаем, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью, заделая их, будьте в мире между собою». Здесь речь идет о служителях и отношении к служителям. 1 Петра 2.17 написано, «Бога бойтесь, царочтите». Кремлинам 13.7. «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». Здесь речь идет о тех, которые обладают властью, и Библия говорит, что мы должны иметь особенное отношение к ним, то есть почитать или уважать их положение, уважать их должность, и в этом нет никакого лицеприятия. Итак, тогда у нас возникает вопрос, а тогда о каком же лицеприятии говорит Иаков? Ну, давайте посмотрим, потому что Иаков приводит пример. Давайте прочитаем дальше, начиная с второго стиха. Пример. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в убогой одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь». «А бедному скажете, ты стань или там, или садись здесь у моих ног, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями?» Итак, то, на что обращает внимание Иаков, это, он приводит пример, прежде всего, богослужения. Нет, ну, я бы хотел сказать, что нет проблемы нам сегодня в том, чтобы посмотреть на то, как тогда происходили благослужения. Мы живем спустя две тысячи лет, с того времени, когда Иаков писал это послание, но мы сегодня знаем совершенно точно, как тогда проходили богослужения. В данном случае, в самом начале, на заре христианства, в первом веке, богослужения проходили по принципу, который был установлен в синагоге. И первые христиане, они просто переняли этот принцип, ход служения, и проводили служение так, как это было принято в синагоге. И служение примерно проходило таким образом. Дом для богослужения. Это мог быть частный дом, в первые века это был частный дом. Возможно, использовалось какое-то другое здание. В синагоге было так. Впереди стояло несколько скамей, стояли скамейки по бокам, возможно, еще несколько скамей сзади. И поэтому, если приходило достаточно много людей, то часть людей, она садилась, часть людей сидела, часть людей стояла. И здесь Яков показывает, что когда люди приходили на богослужение, то как мы можем назвать этих людей? Группа порядка, либо сам пастырь, как говорит история, они участвовали в том, чтобы садить людей. И прежде всего, в первую очередь, мы видим, что иногда происходило так, что когда входили богатые люди, наличие перстня на их руке свидетельствовало о богатстве, потому что в то время, в той культуре, если человек был богатый, то он носил, как правило, перстень на всех пальцах. Если чуть победнее, то меньше. Кстати, по этому поводу, Климент Александрийский во II веке писал, что обращаясь к христианам, чтобы они старались не носить больше одного перстня. И по крайней мере, на перстне пусть будут изображения голубя, якоря, или еще каких-то христианских атрибутов, чтобы это как-то, ну, свидетельствовало о их христианстве. Но, когда входили богатые люди, то тогда служителя, либо сам пастор, даже мог останавливать служение, чтобы посадить их на специальное место. И таким образом выразить свое почтение и свое уважение этим людям. Но, когда входили простые люди, простой одежды, небогатые люди, то им говорили, садись у моих ног. То есть, они садились, либо на полу, либо стояли на полу, либо могли просто взять этого бедного брата и попросить, чтобы он пересел, для того, чтобы посадить на его место более богатого. И таким образом проявлялось лицеприятие. Богатые в церкви, они занимали в связи с своим материальным положением особый статус и особое расположение было к ним. В результате бедные люди, небогатые люди, они чувствовали себя второсортными. И именно эту тему Иаков затрагивает, показывает и говорит, что у Бога нет лицеприятия. И что вы не должны таким образом поступать, определять людей по их статусу, по их материальному богатству и в соответствии с этим относиться к этим людям, потому что это неправильно, это лицеприятие. Римлянам 15 главе в 6 стихе и 7 апостол Павел пишет, «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как Христос принял вас, славу Божию». Здесь апостол Павел ясно говорит, что мы должны принимать себя, невзирая на лица, мы должны принимать себя, как и Христос принял нас, не выделяя кого-то по каким-то признакам, что он лучше или предпочтительнее, чем другой человек. И эта проблема существовала, и в церквях проявлялось лицеприятие, больше уважения к богатым людям и пренебрежение бедными людьми, специальные места для богатых людей, специальные места для бедных людей, и в результате это было неправильно. Это противоречило евангельскому учению и тому, как Христос, как Бог относится к людям. Таким образом, в церкви проявлялось лицеприятие и Иаков осуждает это. Он ясно и прямо говорит, что это неправильно. Бог нелицеприятен, и вы не должны различать людей на различные группы и, соответственно, относиться к ним. Сегодня, конечно же, существуют проблемы, особенно в таких странах, как Индия, где существует кастовая система, которая определяет положение человека в обществе с его рождения. И им не так легко, когда эти люди каются, приходят в церковь разных каст, чтобы они одинаково относились друг к другу, одинаково во Христе принимали друг друга. Но вместе с тем, независимо, к какой культуре мы относимся, Евангелие ясно говорит, что мы должны быть нелицеприятны, и не важно, какой человек стоит перед нами, мы должны понимать, что он так же сотворен Богом, как и бедные. Он так же имеет ценность для Бога не большую и не меньшую по сравнению с любым другим человеком. Филиппийцам 2.3 написано, «Ничего не делайте по любопрению и речеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя». И дальше Яков продолжает, «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» И вот здесь, если я говорю современным языком, то Яков буквально наезжает на богатых людей. «Говоря о том, посмотрите, кого Бог избрал, прежде всего быть наследниками царства Божьего, бедных или богатых». Он говорит это с целью, чтобы показать, что вы так смотрите на этих богатых, что вы так восхищаетесь ими, или почему в ваших глазах они такие значимые. Посмотрите, как Бог на них смотрит, кого Бог избрал прежде всего, чтобы быть наследниками царства Божьего. И это соответствует тому, о чем также пишет и апостол Павел в первом послании Коринфянам, 1 главе 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое миро, чтобы посрамить мудрых и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». То есть мы видим, что как Иаков, так и Павел говорят о том, что бедные люди, хотя они не обладают материальным богатством, но Бог расположен к этим людям. И прежде всего они составляют Царство Божие и людей, которые будут Царством Божиим. Конечно же, это не значит, что Бог против богатых или что богатых не было в церкви. Они были в церкви, но создавалась вот эта проблема, когда возникало лесоприятие, и к этим людям относились по-другому. Не так, как к бедным людям. Поэтому Иаков ставит все на свои места, показывает, Бог не лесоприятен. Прежде всего Он избрал бедных, чтобы они были наследниками Царства Божьего. И когда вы видите богатых людей, относите с ним ровно. Не смотрите на них, как на что-то такое, чему надо чуть ли не поклоняться, на каких-то великих людей. Это тоже люди, обычные люди. Но у этих людей есть проблема, потому что мы читаем Ивангелие от Марка 10, 23, такие слова, сказанные о богатых. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов Его. А вы не задумывайте, а чего они так ужаснулись? Почему они так испугались, когда услышали, что трудно богатым войти в Царство Божие? Потому что их представление о богатстве было связано с тем, что они верили в то время, по крайней мере, большинство, что если человек богатый, то это значит, Бог его благословил и таким образом выделил среди других людей, показывая свое расположение. Поэтому эти люди прежде всего будут в Царстве Божьем. То есть они рассматривали всегда материальное богатство как благословение, которое дал Бог. И бедность, как своего рода проклятие и неблаговоление Божье к бедным людям. И здесь Иисус полностью ломает их богословие. И Он говорит, что богатым трудно войти в Царство Божие. Верблюдам легче, чем зубов на ушки пройти, чем богатым войти в Царство Божие. И они ужаснулись, потому что это противоречило тому, как они верили и как они думали. Мы понимаем, что не от изобилия человека зависит его вечная жизнь. Изобилие богатства человека зависит его вечная жизнь. Конечно, Бог может благословлять людей материально, но мы также понимаем, что иногда люди, ведя нечестивый образ жизни, греховный образ жизни, могут накопить огромное богатство, и нельзя сказать, что Бог их благословил. Они наворовали это просто. Составили свое богатство неправедным путем. Но вместе с тем, вот такое представление, где было того времени, что если человек богат, значит, Бог благоволит к нему, благословил его, и они будут первые в Царстве Божием. А Господь Иисус говорит, нет. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, «Как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». То есть он показывает, что их богатство является часто для них основным препятствием и основной причиной, почему им трудно войти в Царство Божие. Это мешает им по-настоящему покаяться прийти к Господу и следовать за Господом. Особенно, если это богатство связано с какими-то, как Иисус говорил, шмакерия, с какими-то махинациями различного рода незаконными вещами, как трудно им прийти, потому что они, слыша Евангелие, понимают, им нужно оставить все это, им нужно покаяться, им нужно жить правильной жизнью. И поэтому у богатых существует гораздо больше препятствий и трудностей для того, чтобы прийти к Господу и получить спасение. Бедным проще. Поэтому они составляют большую часть наследников Царства Божьего, жизни вечной. В свою очередь, конечно же, мы понимаем, что речь идет о том, что просто им труднее. Бог не отвергает их, Бог не считает, что богатые автоматически грешники, потому что они богатые. Далеко нет. Мы читаем в Ветхом Завете многие праведники Ветхого Завета, такие, как Авраам, Давид и другие. Они были очень богаты. И богатство им не помешало быть очень близко с Господом. Но для большинства людей богатство действительно является большим препятствием и преградой для того, чтобы войти в Царство Божие. И здесь Иисус ясно указывает, что трудно им надеяться на богатство, зависит от богатства. Богатые люди очень зависят от мнения других богатых людей. Я думаю, что многие люди, которые могут быть достаточно богатые в этом городе, возможно, бы посещали нашу церковь, но для них важно, как другие богатые на них посмотрят. Что они об этом скажут? Бездным людям в этом вопросе гораздо проще. И вместе с тем мы понимаем, что когда такие люди приходят в церковь, слава Богу, когда они обращаются к Иисусу, то мы, верующие, видя среди нас каких-то богатых людей, мы нормально к ним относимся. Они нисколько в наших глазах не какие-то великие, которые мы должны оказывать особые почести, привилегии или особенное уважение. Ничего подобного. Ровное отношение без какого-либо лицеприятия. Давайте дальше почитаем. А вы презрели бедного. То есть вы не обратили внимания на бедного, посадили его на пол для того, чтобы посадить богатого на скамейку. И таким образом вы проявили лицеприятие. Небогатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Я думаю, что здесь нам немножко нужно обратиться к истории, потому что речь идет о том, что в то время богатые люди или люди, которые давали в долг, взаймы, деньги, они очень часто достаточно бессердечно и грубо поступали с теми людьми, которые не могли вовремя отдать, или по какой-то причине у них не было еще денег, чтобы отдать, или просто влекли в их суд, отдавали, продавали их в рабство, то есть проявляли вот такую бессердечность, несострадательность. И здесь Яков, исходя из того исторического момента, показывает, что богатые люди, они притесняют их, они влекут их в суды, они за копейку готовы продать их рабство ради того, чтобы просто больше еще приобрести богатство. Они бесславят доброе имя, которым вы называетесь. то есть он обращает внимание на те негативные черты богатых людей, которые проявлялись и которые должны быть, ну, которые необходимо оспаривать, или говорить, что это неправильно, вместо того, чтобы просто оказывать им уважение, или садить на особые места в церковных собраниях, только потому, что они богаты. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюбить ближнюю, как себя самого хорошо делаете. Яков приводит принцип, принцип, который распространяется на всех людей, независимо от национальности, положения в обществе, он приводит принцип закона царского. То есть, само по себе, вот это название этой заповеди, оно обращает на себе внимание, закон царский. то есть, закон, который выше, как бы, всех других законов, во главе всех остальных заповедей, которые Господь дал. Этот закон царский означает возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мы понимаем, что первая заповедь Господа возлюбить, вторая, закон царский, возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть, вот это то, что Иаков приводит как аргумент для того, чтобы верующие могли понимать исполнение этой заповеди, поставить все на свои места. Речь и здесь не идет возлюби того, кто любит себя, возлюби того, который лучше тебя, или возлюби того, кто больше тебя, или богаче тебя. Эта заповедь, она говорит о том, возлюби ближнего твоего, как самого себя, независимо того, какой это человек, какого рода, племени, положения, социального положения в обществе, неважны все эти вещи, возлюби его и люби его, как самого себя, не проявляя никакого лицеприятия. Конечно, мы понимаем, некоторые люди нам больше нравятся, более приятные, некоторые люди менее приятные, но вместе мы должны помнить эту заповедь, которую Господь дал нам, чтобы мы не были лицеприятны и могли любить людей даже тогда, когда от них не очень приятный запах, даже тогда, когда они нам, может быть, в чем-то не нравятся, но вместе с тем царская заповедь или царский закон гласит «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но если поступается с лицеприятием, то есть, если выделяете людей на разные группы, соответственно, имейте отношение по-разному к этим людям, то грех делайте, и перед законом оказываетесь преступники. Итак, Яков, начиная рассуждать о лицеприятии, которое может проявляться среди верующих, которые должны подражать Господу, который нелицеприятен, ясно и четко говорит, что если вы поступаете с лицеприятием, выделяя одних, унижая других, то таким образом вы согрешаете, оказываетесь преступниками, то есть, совершаете грех, которым нужно каяться и просить прощения у Господа. И любой грех, которым мы не каемся и не просим прощения, то этот грех остается на нас. И, соответственно, как любой грех, он создает проблемы в наших отношениях с Господом. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «не убивай». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Я думаю, Яков понимал претензии некоторых, которые могли сказать, послушай, ну это не такой большой грех, не такой страшный грех, который не может причинить мне какую-то большую проблему. Я же не прелюбодействую, я же не убиваю. Вот это грехи, вот это то, что действительно имеет отношение или имеет серьезные последствия для жизни человека, но это не так важно, это не так сильно может влиять на мою жизнь. И вот здесь Яков предвидя подобного рода реплики или высказывания о мелочности, о незначительности этого греха, он напоминает, что закон Божий, он целостен сам по себе и согрешивший в чем-то одном становится виновен во всем. То есть, он показывает, что нам не следовало бы очень сильно разделять грехи на различные степени тяжести. Конечно, мы не понимаем, что трудно сравнить убийство с лицеприятием. По своей значимости эти грехи, они совершенно разные, по последствиям совершенно разные, но вместе с тем мы и не можем говорить, что лицеприятие это что-то такое, на что не следует обращать внимание. Согрешивший в одном становится виновен во всем. Кто нарушит одну из заповедей истин, кто становится виновен в исполнении всего закона. Дело в том, что в то время в иудейской традиции были разные школы, которые по-своему учили о грехе. И так как тогда было время закона, то некоторые раввины учили, что есть более трудные заповеди, более сложные заповеди. И поэтому, если на весы будет положена их жизнь, то и то, что они делали правильно, повинуясь Господу, и то, что неправильно, то некоторые заповеди, они будут иметь больший вес, и поэтому их духовный вес будет более сильным и пересилить то неправильное, что они делали. То есть, они считали, что они могут заслужить спасение, если будут больше повиноваться Господу в каких-то главных заповедях и меньше в каких-то второстепенных, ненужных, не обращая на них особенного внимания. Некоторые даже учили, что достаточно правильно исполнять субботу, исполнять заповеди, перевесить все другие заповеди, которые ты не исполняешь. То есть, различного рода учения, которые мало соответствовали Слову Божьему и не согласовали Словом Божиим. Но здесь мы видим, Яков ясно говорит о том, чтобы мы понимали, что любой грех, он является грехом. И любой грех, который мы совершаем, нуждается в покаянии, и Бог хочет, чтобы мы изменились в этой сфере нашей жизни и больше не совершали этот грех. Поэтому лицеприятие он называет одним из тех тяжких грехов, которых нужно каяться, просить прощения, для того, чтобы освободиться тех последствий, которые могут быть. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Логическое окончание этого учения, Якова, о лицеприятии. Если вы видите, что правильно с точки зрения Господа быть нелицеприятным, потому что Бог сам нелицеприятен, то так говорите и так поступайте. Устраните эти вещи, связанные с лицеприятием вашей жизни в церкви для того, чтобы не согрешать пред Господом и поступать правильно. Интересно, что здесь Яков говорит о том, что мы будем судимы по закону свободы. Заповеди это определенная обязанность, ответственность в исполнении их. И вместе с тем мы видим, что они названы законом свободы. Я хотел бы зачитать вам сейчас интересное толкование вот это понятие закон свободы для нас, христиан, в отношении заповедей Господних. Христианин живет по закону свободы, и судим он будет по закону свободы. Под этим Яков подразумевает следующее. В отличие от фарисея и ортодоксального иудея, христианин живет не по комплексу, давящих на него извне норм и требований, а по внутренним требованиям любви. Он идет по правильному пути, по пути любви к Богу и к людям, вовсе не потому, что его принуждает к этому какой-то внешний закон или из страха наказания, а потому, что пребывающая в нем любовь Христа побуждает его к этому. Вот такое духовное высказывание о законе свободы. То есть наше исполнение заповеди прежде всего основано не на внешнем страхе наказания и суда, а на внутреннем побуждении, связанной с любовью Божьей, которая издлилась в наши сердца Духом Святым. Безусловно, таким образом исполнять закон гораздо легче, чем просто исполнять его из страха наказания и суда Божьего. И это то, что очень сильно нас отличает от людей Ветхого Завета, потому что, как я уже говорил, любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. И Бог забрал каменные сердца, дал плотяные сердца, и закон Божий в сердцах наших, Он дает нам, Дух Божий дает нам силу возлюбить заповедь Господню, повиноваться Ей. Не только из страха наказания, из страха суда, но вместе с тем, конечно же, это не говорит о том, что мы автоматически будем делать все правильно, автоматически мы перестанем испытывать какие-то искушения, привязанность и тягу к каким-то грехам. У нас бывает искушения, но нам легче их побеждать благодаря Божьей благодати и Божьей милости. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Этими словами Яков заканчивает свое рассуждение о теме лицеприятия. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Лицеприятие не сообразуется с христианской верой, поскольку христианская вера сообразуется с божественной природой, а Бог абсолютно беспристрастен и не лицеприятен. И суд без милости тем людям, которые в своей жизни не будут оказывать милость. Милость, она превозносится над судом жизни тех людей, которые превозносят милость над судом своей жизни и в своем сердце. И так я думаю, что эти слова Якова, сказанные две тысячи лет назад, они настолько же актуальны, важны и для нас сегодня. Мы живем в мире, который наполнен лицеприятием. Мы живем в мире, когда люди очень часто относятся друг к другу в соответствии с работой, с положением в обществе, с богатством, еще с какими-то критериями, которые они сами установили. Кто-то унижается, кто-то превозносится. Это свойственно падшему человечеству, который живет во грехе, который не знает Слово Божьего, не знает Бога, но это то, что не должно быть присуще тем, которые во Христе и являются верующими. Безоприятие – это то, что оно автоматически приходит в нашу жизнь. Это то, чему не надо учиться. Но вместе с тем, сегодня понимая и зная волю Божью, Его Слово, мы должны в этом вопросе, рассмотрев свои сердца, исследовав свое сердца. Разобраться с этими вопросами, если мы были лицеприятны в отношении каких-то людей, кого-то пренебрегая, кого-то выделяя, кому-то относясь хорошо, независимо, ничего, кому-то плохо, непонятно почему, то нам нужно, разобравшись в этом, соответственно, покаяться, как призывает Яков, попросить прощения Божьей благодати для того, чтобы по примеру нашего Господа Иисуса Христа не быть лицеприятными, быть более беспристрастными. Помните об этом. Давайте сейчас помолимся на эту тему. Аллилуйя! Дорогой наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в нашей молитве. Мы сегодня читали Твое Слово, которое наставляло нас в отношении того, что Ты нелицеприятен, беспристрастен в суде Своем. Ты тот, который любишь равно и бедного, и богатого, независимо от расовой принадлежности. Но мы, люди, часто бываем лицеприятными, предвзятыми в своих отношениях друг к другу. И мы сегодня, читая Твое Слово, понимаем, что оно дано нам для того, чтобы мы могли обратить Своё внимание на эту сферу нашей жизни, чтобы мы могли ровно, одинаково относиться ко всем людям. Мы называли сегодня те категории людей, к которым мы должны относиться особенно, потому что это Твое повеление. Но в целом в церкви, на работе, где-то в других местах мы должны понимать, что Ты сотворил людей по образу, подобию своему всех, и Ты любишь всех их одинаково, и Ты нелицеприятен. Помоги и нам, Господь, также в этой сфере поставить всё на свои места. И мы также просим, чтобы Ты простил нас там, где мы проявляли лицеприятие и поступали так, как мы не должны были поступать, как Твои ученики, как те, которые подражают Тебе и берут пример с Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за милость Твою, за благость Твою, за благодать Твою. Благодарим Тебя, Господь, и нуждаемся в том, чтобы Дух Твой Святой помог нам, чтобы Дух Твой укрепил наши сердца и помог нам жить на этом высоком духовном уровне, который Ты показываешь нам. И мы можем достигать этого состояния духовности только благодаря Твоей благодати, Твоей помощи, Твоей силе. Добойте Тебе, Господь, вся хвала, вся слава, вся честь. Добой Твое имя благословенно и прославлена во веки веков. Береги наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok